Евангелие от Марка. Я приходил к Иисусу и видишь, что бесновавшийся, в котором был Лидион, сидит и одет и здравым, и мест, и устрашивец. Видишь, и рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Я вчера разъяснял, что такое беснование, как оно распространено ныне, как избавиться от него. Сегодня посмотрим, почему они устрашиваются, что такое страх, и нужен ли страх верующим. Кто этот страх дает? Будет ли этот страх в вечности, был ли он в раю? Там, где есть опасность, там страх. В раю страх был. Опасность выпасть из рая. Каждый день была рядом. Если только один день там был. И вот когда потеряли страх перед Богом, сразу совершилось грехопадение. Вселите в детей страх. И себе страха нужно просить. Придите, дети, страха Господня на усилах. Каждый знал об этом. Без страха Божьего ничего нет. Начало мудрости – страх Господень. Соломон, начало. Венец мудрости, закончил жизнь. Страх Господень. Без страха Божьего никто не спасется. Божьего страха Бога. Бога надо бояться. Бояться не прогневать Его. Без расположения Его остаться. А чего испугались эти люди? Им рассказали о случившемся и о свиньях. Уж о свиньях, конечно, подробно можно было рассказать. У каждой свиньи своя биография, даже по именам называют. Сегодня о кошках напишут, о собаках столько, сколько о людях даже не знают. Какая энергетика, как она зашасывает отрицательную, как влияет на разные болезни. Целые книги пишут. А как демоны входят, не знают. И как выгнуть их, не слыхали. Слово Божье говорит нам определенно. До встречи с Иисусом этот человек никому был не нужен. Он наводил страх. Постоянно сообщают, какие это маньяки. Убил 20, 30, 60 человек. В мирное время. Только что передали сегодня. Взорвали машину. 14 часов сразу погибло. И уже речь идет не о чеченцах. Всюду и везде зло. Тот человек, который взорвал, он за каждого человека получает награду в зависимости от должности. А убит был и полковник. А взрыв один поднял, и сразу два генерала погибло. И там определенное число назначается, на счет идет. А у Бога другой счет. Эти люди ушли без покаяния. Вот где страх. Любая машина вызывает страх. Отстановили машину. Стали проверять. А там заложено было дистанционное управление. Как больше вокруг милиции собралось, нажали кнопку. Никого нет. Остальные в тяжелейшем состоянии находятся. Люди, которые совершают это, они потеряли страх Божий. Выход только один. Покаяние. Покаяние перед теми народами, которые нам отзываются. Прямо сказать, вот как это было, этот голодомор в Украине устроили. Там 3-5 миллионов на полу уже. Все надо рассказать. И слить прощение у мертвых. Вместе помолиться. Тем более православные на Украине. Не надо считать, что другая юридикция. Бог один. А если это чеченцы, у них просить прощения. Их завоевывали. И речь шла десятков лет. И никогда война там не закончится без Христа. А со Христом это можно сделать в один день. Покаяние. Страхи Божьем. Я боюсь умереть непримиренной с Богом. Непримиренной с ближними. Эти люди ужаснулись. И совсем не того. Не потерять свиней надо бояться. А потерять придется свиней. Если хочешь, чтобы исцеление наступило, кое-чего придется лишиться. Притом выгоды никому никакой не было. Просто свиньи исчезли. Их не продали. Сказали бы им на деньги. Эти деньги раздать бездом. Тоже можно было бы сказать. Как Иуда хотел тоже это сделать. Согласиться надо. Кое-что погибает. Первая книга про Липоменон. 13.12. И устрашился Давид. Годом в день тот и сказал. Как я сук ковчев Божий к себе. Ковчев Божий. Прообразовал Божью Матерь. Как коснуться к нему. Когда перевозили. Только рукой коснулся. Бог сразу его убил. И страст напал на него. Притом он хотел поправить руками человеческими. Человек верующим. И Анна Толст говорит. Это попытка поправить дело Божье с человеческими силами. Вот давайте что-то сделаем. Экономически решим вопросы. Считай речи патриарства. Я нигде не нахожу то, что заложено в Священном Писании. Людей привести к Богу. Не духовность какую-то надо. Нет. Не колоколали. Чем тяжелее они вроде лучше ударят по ушам. Не мироточивые иконы. А Слово Божие. Слово живое и действие. На него необходимо дать народу. Народу страха никакого нет. А мы свободны. Чего мы бояться. Все это надо удалить. И прямо чтобы патриарх пришел. Где он встречается. Отсказать президенту. Помолит. Чтобы Бог дал вам страх. Чтобы вы не грабили народ. Чтобы вы не затевали новые военные очаги. Мы все сгорим там как царь Николай. Считавший, что объединит война людей. Мы будем более плотная жизнь. Ничего не было. Все. Все сгорело. Там где мир Божий. Там любовь. А мир можно удержать только в страхе. У детей страха нет ничего не будет. Наши вот родители. Они нам о Боге много не могли рассказать. Они не знали. Но страх Божий даже. Они сказали. Есть ад. Есть вечное мучение. Огонь. Огонь нестерпимый. И показывали. Лицевая книга была. Такими золотистыми нимбами. Подвешенный сквернослов за язык. А внизу его огонь жжет. У другого змея отбилась. Его кусает. Ну как могли. Нарисовали. А это впечатляюще действовало. Детям привейте страх. Что они где-то солгут. Лжица в Царствие Божие не войдет. И рассказывайте больше им о Христе. Ну и покажите. Что ад. Он остался. И будут брошены в ад. В Диену Огнену. Откровение книга этим заканчивается. И череп говорит. Огонь не угасает. И череп не умирает. Да что ты страх на нас нагоняешь? Бог нагоняет. Не я. Это чердя не я не творил. Он не умирающий череп. И огонь наш угасает. А там не угасает. Чтобы ребенок это знал. Не заложите. Сейчас ничего не будет. Они не сохраняют девство. Они будут развратниками. В первую очередь развратницы будут. Это на 100% гарантия. Без страха Божия не удержать. Это обольстительный идиот. Он не имеет какие глазки. Какой носок. Какой ангельский голосок. Он не все расскажет. Страх дай Божий. Чтобы боялись Бога. Как не огорчить. А если будет по-другому. А я в ад попаду. И мне покаяние Бог не даст. А это того никогда не кончится. Нет. Не хочу в ад идти. Так. Ты испугался? Детям дай этот страх. Постоянно. Вам не следить за ним. И за нами никакой царь не уследить. Если не будет страха Божия. Страх Божий спасает душу. Страх Божий ведет к совершенству. Идалит испугался. Бесстрашный вояка. Военачальник. Царь. И он устрашился. Не боялся грешить. Смертные грехи делать. А посмотрел как Бог убил. И сразу испугался. Почему мы не боимся. Когда слышим такие беды. А это я мог быть там. Сколько землетрясений. Сколько цунами. Сколько провалов разных взрывов. А это еще где-то. Ну это же не у нас. Оно рядом где-то. Полы снят и в один день все загорится. Первая книга царств. В 16.4. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел в Виклеем, то старейшины города. С трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход свой. По слову его совершилось знамение. По словам пророков, умирали люди. Не просто, что верующий и никто никаких знамений не видел. Нет. Он прямо заранее ставился. Обыкновенно, как люди умирают, заболеют. Поболеют в больнице. Анализы будут брать и умрет. Это ничего. А вот внезапная смерть. Это знамение Божие. И он показал. Земля вдруг сама разверглась. Шатрами все полетели туда. Все поверили. Да. И люди с ужасом побежали. Вот эта революция, куда вся Россия провалилась, она провалилась. И перестройка, это все знамение. Что мы боялись Бога. Репрессии, раскулачивания у нас. Это все разверзала земля. Земля, могила. И поглощала людей. Ты не только понимай там, в 16 главе книга чисел. А это здесь у нас все были. К нам приезжали люди раскулачивания. Ничего не повинное. За то, что у них было больше, чем у соседа. А у соседа не было страха Божия. Он поднял руку на ближнего. Первое паралипоменон 15.13. Ибо как прежде, не вы это делали. То есть Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. Причина одна. Не взыскали Бога, как должно. А как должно? Это надо человеку учить. Как взыскать его? С утра. И найдете меня, если взыщете. Без молитвы дня ни один не начинается. А чтобы молитва была не торопливая, спокойная, приучитесь вставать рано. Несмотря ни на что, в высшую дню он приляжь, если возможно. Молитва должна быть искренняя. На молитвы все должны вставать. Мною очень многие недовольны, кто живут на квартире. Я говорю, вставайте вместе на молитву. Потом можете лечь. Потом, если уже никак нельзя. Это домашняя церковь образуется. Нет утренней молитвы, вместе все рассыпается. Ну нет другого. Я вам говорил про вахабитов. Молодых. Мусульман. Три раза ночью молятся. Три раза. И к нам никто не пристанет. А если кто будет жить по нашему, он сойдет с ума. И они это понимают. Молитва. В Китае нет этой молитвы. А у них это есть. Они чтят Аллаха, Магомета. Так мы должны Христа. Хотя короткая молитва за того, говорит. Хотя ученик, прочтите ребенком ночью. Ну поднимай же его для надобности, естественно. Со двоей молитвы он будет даже падать. Ты читай ему громко, в ухо поцелуй, обними его и скажи. Господь любит, хранит. Ян-то хранитель тут над постелькой твоей. У него на другом уровне это все будет сохранять. И когда вырастет, эти слова, вас уже живых не будут. А они ему напомнят. Вы идете в школу, дети. Имейте страх перед учителями. Незапросто обращайтесь. Они так много вам дают. Вы ничего не знаете. Они шлифуют, вас учат. У детей настоящего трепетного отношения нет. К учителям, к врачам. Знания люди получили и тебе передают. Ты как должен все это ценить? Вы как не сядьте с ребятишками и начни с обуви, от обуви. Как она сделала, интересно. Придумали вот твердое подошву по порядку. Сейчас смотрите. Это люди с любовью делали. И они нас делали. Как же я не помню о них. Незнаемость, благословение. Да все одежду перебери. Да расчески, да всего, чем пользуешься, да посуды. Как придумали. Стены, крыша, дверь, отрывается. Все. Проведи его по всему, чтобы он научился удивлять. Они ничего не удивляют. Только поедет где-то и спрятаться от родителей, поиграть от старших, чтобы они не видели. Как будто больше ничего на земле нет. Я ему показываю на то, что совершается сегодня. На каждую птицу. Посмотри, в каком страхе живет. Любая птичка-воробейка. Видите? Каждую минуту. Сколько раз пленит, столько раз погибнет. Голову осмотрится. Как ты не боишься и идешь туда. Мусульмане, они боятся. Одну девочку никогда нигде не отпустят. Они заботятся. Это нам просто пример показан. А пример взятый из Библии. Страхи Божьи, начинай день. Страхи Божьи. Значит, рыбу в последний раз тебе спадалишься и все. Все со страхом Божьим делай. А ты готовишься делать так, чтобы оно все было безопасно. И одна хвосточка не попала. Тогда страх Божий доведет нас до совершенства любви. Первая царь 6.20. И сказали жители Верслависта, кто может стоять перед Господом, всем святым Богом, и к кому Он пойдет от нас. Это лишь шла в плененном хорщеге. Вся крестность испугалась. Люди сначала не боялись. Подошли в хорщег посмотреть. Ну а что там? И вдруг на всех напала какая-то немощь, и стали падать. И 50 тысяч и 70 человек умерло. И напал страх на всю окрестность. Да еще Бог наростами, какими-то шишками, бородавками покроет людей. Бог сам наводит это все. Человек, который Бога не боится, он не знает Бога. У него и любви нету. Это первоначальная ступень. И только совершенная любовь изгоняет страх. А где совершенная любовь? В царстве небесном. В раю страх был, а в царстве небесном не будет страха. Там все. Там никого нигде нет. Все выброшены, еще родили. Все. Там грехопадение невозможно, дьявол туда не проликнет. Страх Божий кончится. Страх Божий под смертью не кончается. Еще душа идет по мытарству. А вот как-то вошла туда в дверь. Все, дверь закрылась, как Антоний говорит. Все. Теперь Аллилуйя поем. 2 Тимофея 1.7 Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Даже мы молимся о страхе, вдруг духа небоязни. Духа небоязни, которым покрыт этот мир. Они всего абсолютно боятся. Какие перемены, какие цены постоянно растут. А мы доверяемся Богу. Я не могу повлиять ни на что. Но я влияю молитвой. Нам дано влиять в мировом масштабе. Мы молимся, и Бог сам как-то это все делает. А если не делает? Не пристел, зато он же не переставает желать. В Кавостином 1.13 Избавившего нас от власти тьмы и вешавшего царства возлюбленного сына. Уже ввел. Вот почему у нас нет тех страхов, какие в мире. А как вы не боитесь, что что-то случается? Я Богу доверяюсь. Никак повлиять не могу. В войне надо ехать, а там ждут киллеры, а там заложена бомба, взорвется. Бог сделает, а нам не взорвется. Не сработает вдруг. Не сработает запал. Оторвется, бифорда шнур. Все будет по-другому. И никто не знает, как и почему это получилось. Исайя 49.24 Может ли быть отнято у сильного добычи? И могут ли быть отняты у победителей, взятых в плен? Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты. И добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Вот почему мы не боимся мирских опасностей. Совершенно. Не надо умирать, что болезнь какая-то. Я не знаю, какая у меня болезнь завтра будет обнаружена. Доверься Богу. И внезапно болезнь проходит. Или она более легко переносится. Или Бог отлагает этот срок. Болезнь вдруг затормозила и идет. Вы же знаете, что умер недавно, стал жениться. У него как раз был. Даже не операбельный. Не стали делать операцию. И Бог в последней жизни непонятно. Я прощаюсь, как стал. В последней стадии раз. И вдруг он стал живой. Вот как Бог делает. И мы на конкретных людей можем опереть. А я читаю, и он говорит, я молился Богу. Он по мариинку начал познавать Христа. Ио 13.11. Неужели величие его не устрашит вас? И страх его не нападает на вас? Вопрос. Все время надо помнить, что Бог сотворил вот этот съем всюду. А какой он Бог? Да не знаем, какой он Бог. Он есть дух. И вот если в одном направлении миллиарды километров, и в другом, и везде Бог. Сойду ли в преисподнюю, и там ты, взойду на небо, и там ты, возьму крылья, залив, переселюсь на край моря. И там рука твоя удержит меня. Давид это все представлял и видел. Нам ли это знать? Бог вездесущий называется. И в ребенка вложите это, вездесущий. Он видит никогда, я вижу. Отсюда и везде. Ты вышел через порог, помни, Бог видит. Уходит в школу, ему накажите. Он не должен возвращаться из школы таким, какой ушел. Ребенок сегодня еще тебя слушается. Завтра этого не будет. Там установится другая температура. Главное в ребенке установить алтарь Божий. Алтарь. Чтобы он боялся Бога. Вышел в страхе Божьем. Вернулся в страхе Божьем. Пошел, благословился и вернулся. Рассказывайте ему. В священной истории, как дети, знающие Бога, достигли Царства Небесного. Те, которые восставали на Бога, на отца родного, все отпали. Вот откуда дети нечестивые рождаются? Матфея 12.29. Или как может кто войти в дом Сильного, расцветить вещи его? Если прежний сяжет Сильного, и тогда расцветить его. Сильным называется Диаро. А сосуды это люди. И кто может оттененность отнять? Ну кто? Вот взяли сверхъяпонцы. Тут они и погибли. Немцы взяли. Все русские там, последние погибли. А Бог говорит. Бог говорит, и человек остается живой. Я считал прослененных. И вдруг мне какая-то женщина подходит и говорит, иди к дверям. Там запускает другого. Выходи, я выхожу. Остановился. Что дальше? Сейчас стрелять будут. Никого нету. Я иду. В часовые все ничего не видят. Они просто не видят. Они видят, кто обыкновенно стоит и все. Бойся Бога. Боящийся Бога никого не боится. Для себя повторяйте это. Я Бога боюсь, а поэтому все остальное ниже. В Салмопеве издали 13.5. Там боятся они страха. Ибо Бог вроде праведных. Где нет страха. Где есть Бог, там страх приводит в познание Бога, к совершенной любви. И это тоже надо в молитву включить. Становясь на молитву, у кого кто-то спрашивает, скажите, вы что хотели бы сегодня получить? О чем вы хотели помолиться? Вот представьте, к нам детей привозят, ну никакие. Уже немножко проходят, и дети подходят и говорят, а мы будем молиться, а вы об этом помолитесь. Там о папе, о маме, о ком-то. А еще не знают до конца силы молитвы, но они уже коснулись этого. Вы маленькими порциями постоянно детей подводите к величию Божию. Что бы ни делали, какую работу, посылаешь, давай помолимся. Хотя полминутки, чтобы он все время чувствовал, нить и любви Божией касается его и от вас. Господь любит нас. Слава Ему вовече. Аминь. 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 Аминь.